Как много сейчас заведений в вашей сети? Какие форматы, какая география? У нас сейчас больше 280 заведений. Мы сейчас растем по всей России, выходим в новые города, в города-миллионники. Мы в основном присутствуем на фудкортах. У нас также есть фудтрак, который присутствует на выездных мероприятиях, у бизнес-центров он стоит, на каких-то корпоративах он обслуживает в том числе. И у нас есть много разных форматов. Основной формат это фудкорты безусловно, у нас есть отдельно наше стоящее заведение с посадочными местами и новый формат, который мы сейчас разрабатываем, будем тестировать в ближайшие месяц-полтора на трафикообразующих местах. То есть такой вот как бы мини-формат. В прошлом году вы запустили процесс ребрендинга. Что изменилось? У нас изменилось абсолютно все. Помимо того, что мы сделали, оставили наш логотип, мы оставили нашего повара с картошкой, мы поменяли все цвета, поменяли упаковку и поменяли дизайны кафе. То есть сейчас мы открываемся в новых дизайнах, мы реставрируем старые кафе и открываем их также в новом дизайне. И путем этого мы сделали прирост трафика процентов на 20 примерно, как минимум на точках в оффлайне. То есть когда мы открываем новое заведение в новом дизайне, к нам приходит больше людей, потому что когда они проходят, они либо нас забыли, либо не заметили, либо если это молодая аудитория, они просто знают, что какая-то хорошая картошка есть. А тут у нас новое меню, тут у нас новый дизайн, тут у нас подсветка, тут у нас все такое модное и современное. И, соответственно, народ туда приходит. Помимо общего трафика на 20 процентов, к нам приходит еще и молодежь. То есть наша задача вообще после ребрендинга была привести молодежь от 20 до 27 лет. Да, это путем и ребрендинга, и новых коммуникаций, и новые упаковки, и нового продукта. А основной аудиторией у вас остается кто? Вообще основная аудитория это женщины 35+. Да, это основная аудитория, которая приходит, это костяк или семейные дети, которые приходят с детьми, потому что детям что можно? Ну вот не вредного, не на фритюре, не жареного. Это можно там запеченный картофель, можно там взять какие-то наполнители без майонеза, потому что у нас тоже, они тоже есть. У нас есть новый продукт для молодой, а уже как раз таки, печеный меш, толченый картофель в шариках. Тоже полезная история абсолютно. Помимо того, что вы поменяли точки, я знаю, что у вас была большая, скажем так, рекламная компания, которая сопровождала ребрендинг, как раз чтобы притянуть молодежь. Что вы делали, как вы это делали? История такая. Мы совмещаем несовместимые вещи в рамках фастфуда. То есть, что мы делали, например, в прошлом году, перед ребрендингом. Мы запустили новый продукт в два тусовочных бара Москвы, продержали там две недели, мы его продавали, и очень большие были продажи, люди бронировали эти места, и после этого сделали картофельную вечеринку в течение трех дней, пятницы, суббота, воскресенье. То есть, это погремели достаточно неплохо. Плюс мы делаем такие вещи, как отправка картофельных букетов из бэби-картофеля в школы, и мы их продавали, и люди их покупали. Просто в шутку подарить классному руководителю своему, то есть, вот эту вот всю историю. Мы взяли в опеку, например... Картофель-то прям вот не цветочки, а прямо вот на палочках? Да, настоящий картофель на палочках, оформленный с лавровыми листами в красивой упаковке. То есть, мы это продавали в Яндекс.Маркете и на точках. Да. И, например, вот если так, из коротких примеров, мы взяли в опеку бобра в московском зоопарке. То есть, тоже многие спрашивают, зачем? Ну, просто бобер похож на картошку, и для нас это инфоповод. И кто это увидит? Конечно, 20, 17, 18, 27 лет. Да, те люди, которые подписаны на разные телеграм-каналы, где все эти новости выходят у нас. А буквально недавно мы провели картофельную свадьбу, например. Да, у людей было два года юбилея, и мы в честь двух лет решили переназвать бумажную свадьбу в картофельную свадьбу. И совместно с ВДНХ провели это мероприятие. То есть, по сути, вы ищете такие, или создаете, получается, поводы для хайпа, которые... Мы создаем хайп. То есть, мы не перегибаем палку, да, как многие могут это делать. Но мы это создаем хайп, такой добрый, милый, очень прикольный хайп в разных местах. То есть, то, чего не ждут от фастфуда. Что обычно фастфуд делает, да, это какие-то ТВ-компании, рекламные компании, тоже там в диджитале, или акции. Ну, то есть, ничего такого сверхъестественного не делают. А мы делаем разные истории, вот так, например, вот как такие. То есть, расчет на то, что вот на волне вот этого веселья попробуют ваш продукт и в него влюбятся, так? Да, да, да. Мы всегда анонсируем на этих мероприятиях наши новинки. То есть, у нас есть гриль-чиз. Это где креветки, много сыра, отдельно он запекается. Помимо того, что картофель запечен, он еще идет в гриль. То есть, это очень такая мощная, жирненькая, вкусная еда очень для молодежи. Потому что там и соус том-ям есть, и бургерный наполнитель, и корн-бекон. Ну, то есть, вот такое все модное, современное. Мы его пропагандируем там. Также вот печеный меш, о котором я упомянул, мы тоже его туда интегрируем, показываем, рассказываем, народ его пробует. И потом мы видим это на цифрах. То есть, обычно пиар работает как? Он же сразу не дает результата. Но мы сделали пиар-компанию, подождали месяц. Через месяц смотрим, у нас рост идет. Вы сейчас, как я понимаю, меню обновили достаточно серьезно. До этого у нас долгое время было, в принципе, таким классическим, неизменным. Сейчас в планах, как часто вообще запускать какие-то, может быть, не знаю, гендерные, праздничные варианты? Вот что в ближайшем? У нас есть неизменные наполнители, которые никто никогда не заменит, и они не уйдут. Это крабовые, сосиски в горчице, брынза, рыбка, грибы и сырной с ветчиной. Вот этот набор, он у нас всегда есть, был и будет. Эта история у нас, да, на майонезе. Вот это вот все, что люди очень сильно любят. Каждый сезон мы интегрируем новое блюдо. То есть, сейчас у нас новое, с сентября интегрировалось. Интегрировалось, да, это восточные вкусы, такое необычное сочетание. Каждый новый сезон мы это и делаем. Плюс мы запускаем новую десертную линейку, плюс мы ежедневно прорабатываем на нашей фабрике с нашим бренд-шефом новые продукции, которые можно взять to go. То есть, у нас уже есть порядка там трех-четырех позиций to go. Это потаты, это роллы такие, что можно на ходу съесть. И, соответственно, мы прорабатываем, что можно сделать еще. Ориентируясь не только на наш рынок, что наш потребитель любит, мы смотрим разные другие рынки. Что делает Азия, например, с картофелем и с наполнителями, вот с похожими концепциями. Что делают там в других странах. Мы это смотрим, мы это пробуем и стараемся интегрировать. Из-за того, что сейчас идет динамика на быстроту интеграции новых продуктов, мы также ускоряемся. То есть, раньше это все было медленнее, сейчас мы постоянно что-то прорабатываем, мы уже знаем, что мы введем, например, на 14 февраля, какие мы будем десерты вводить и так далее. В конце прошлого года вы говорили о том, что у вас появится мобильное приложение. Появилось? Да, у нас появилось мобильное приложение. Пока не официально. Оно сейчас проходит, этап тестирования на реальных пользователях. Уже и iOS, и Google его пропустили, его можно скачать, но пока официально не анонсировано. Сейчас мы полностью его обкатаем и примерно к октябрю, к ноябрю мы запустим его на всю сеть. Какой расчет на него делаете? Какие проблемы оно должно будет у вас решать? Проблемы с доставкой, в первую очередь. Проблемы с положили-не положили блюда. И проблема с переходом заказа в кассу. То есть, вот эти вот истории мы сейчас оттачиваем, чтобы все было в моменте, чтобы человек долго не ждал. Чтобы пользователь мог заказать, сразу отклик, заказ принят, и сразу курьер к нему приехал. Также вы обещали программу лояльности. С ней что происходит? На данном этапе мы ее не интегрировали. Мы будем ее интегрировать в следующем году. Почему? Потому что мы хотим сделать что-то уникальное, что-то новое, что-то не похожее на других. Если взять большую тройку или других наших конкурентов, у них все плюс-минус однообразно. Это бонусы, легкие игровые механики, промокоды и так далее. Мы хотим сделать что-то иначе, как наши бренд коммуникации, они нестандартные на рынке. Мы хотим такую же нестандартную программу лояльности. Сейчас пользователи от нас получают входные скидки на первый заказ, на повторный заказ, много купонов. Ну вот вся та же самая история, которая есть у всех, мы ее даем. Индивидуальные предложения мы присылаем. Но в следующем году мы хотим сделать интересную программу лояльности, чтобы она была всем на слуху. Получается, вы достаточно так обновились, скажем, для компании, которая существует 25 лет, достаточно кардинально. В процессе вообще перемен. Не было страшно, что что-то не зайдет вдруг, что молодежь не получится приманить, а ваша постоянная аудитория скажет, что вы там с ума сходите. Страха не было. Это было взвешенное решение на уровне и собственников бизнеса, и генерального директора, и маркетинга, и всех остальных коллег. То есть мы все понимали, что это нужно делать. Потому что большая конкуренция, все обновляются. В прошлый год вообще тренд ребрендинга был. Мы как раз на него попали. И мы были уверены просто, что это сработает. Мы были в этом уверены, потому что мы тестировали разные локальные истории на разных точках, в разных дизайнах, видели и рост трафика, и рост среднего чека, путем того, что мы что-то там где-то обновили. И было принято решение о том, что нужно провести полномасштабный ребрендинг. И это было, кстати, приурочено к 25 годам «Крошки картошки». Вот в процессе ребрендинга как раз вы сказали, что у вас компания понимала, все сотрудники понимали, но офис, наверное, имеете в виду, что нужно что-то менять. А вот люди, которые непосредственно ваши, скажем так, финальная точка коммуникации с клиентом, они понимают важность этих перемен? Как-то вы с ними работу дополнительно проводите? Конечно. Перед ребрендингом был анализ, фокус группы, мы брали обратную связь, мы делали исследование, чтобы понять, на каком уровне узнаваемости, нравится, не нравится, что мы хотим сделать, мы брали от них обратную связь. Это тоже один из факторов принятия решения было. А на данном этапе мы получаем обратную связь от клиентов, что да, им все нравится, они о нас вспомнили. То есть человек, которому 30 лет, например, в университете ходил в «Крошку картошку». И он просто перестал ходить, потому что, ну, ушел из фастфуда, начал больше зарабатывать, у него ресторан, но ему хочется какой-то читмил, пойти вот в фастфуд. И раньше он у нас не обращал внимания, просто потому что огромное количество конкурентов. Сейчас он нас заказывает. И сейчас он, даже некоторые люди нам пишут отзывы о том, что вот они видели, или они были у нас на каком-то спецпроекте, было так круто, теперь я только хожу к вам. То есть это у нас сильно эффективная работа. Так, а сотрудники, с ними как-то работали над тем, что сейчас, ребята, мы меняемся, у нас будет по-другому. Как они это восприняли? Сотрудники восприняли абсолютно позитивно. Я имею в виду, вот конечные люди, которые за что ими стоят? Все, я понял, да. Конечные люди восприняли это позитивно, потому что у них, помимо обновления дизайна кафе, обновленного меню, у них обновленная форма и обновленный учебный, скажем так, центр. То есть у них новая программа мотивации, у них новые конкурсы, новые задачи, с ними постоянно работает отдел обучения, постоянно приглашает их на игры, развивает их и помогает им расти. То есть у нас люди могут отрасти от кассира до территориального управляющего, спокойный рост у них происходит. Если продолжить про технологии или вернуться к технологиям, вы тестировали киоски самообслуживания. Как себя показала эта технология и масштабируете ли вы ее? Да, у нас есть киоски, у нас на всех новых открытиях мы ставим киоски. На точках, которые уже работают, мы также ставим киоски. У нас где-то есть 4, где-то 2, где-то 1. То есть эту историю мы масштабируем максимально быстро. Мы от нее получаем прирост на 20%, рост среднего чека на 20-30%. То есть это очень серьезная история. Плюс трафик молодой. Из-за того, что никто не хочет стоять в очереди, либо общаться с кассиром лично, он приходит, быстро заказывает, плюс мы ему делаем доп-продажу в этом киоске, и мы получаем нового потребителя в новом возрасте с ростом среднего чека. Мы хотим, наверное, к следующему году, чтобы везде были киоски абсолютно. Что еще в планах ближайших, скажем так, в горизонте, не знаю, следующего года, например? В планах новые форматы. В планах открытия в разных городах России. В планах сделать ремонт во всех заведениях, потому что это достаточно серьезная инвестиционная история. И так быстро это, ну, к сожалению, невозможно сделать. Мы это планомерно, насколько мы можем это делать быстро, мы это делаем. Программа лояльности. Это улучшение мобильного приложения, потому что мы постоянно будем работать над этим. И новые продукты. А за пределы страны нет планов пойти с франшизой? За пределы страны такой контекст появляется в компании. Его обсуждают, но пока мы сфокусированы именно на РФ, на наших городах. Будем наблюдать. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok